Всем привет! Вы смотрите программу «Наше здоровье». Меня зовут Клавдия Стеримохович. Сегодня мы поговорим о постковидном синдроме. По статистике, каждый пятый больной сталкивается с тем, что вроде бы после полного излечения часть неприятных симптомов этой болезни у него сохраняются. Что делать в этой ситуации, разбираемся вместе с красноярскими врачами. Итак, сегодня в выпуске. Болезнь прошла, симптом остался. Очередь была большая, и доктор уже всем писал постковидный синдром. Как задышать полной грудью, если ее сдавил ковид-19? У человека поражено 50%, но он должен полноценно дышать. Каким образом? Есть специальные приемы, чтобы не поврежденные сегменты легких участвовали в дыхании. Когда начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа? Два пути остановки инфекционного процесса. Либо все переболеют. К сожалению, некоторые из переболевших могут умереть. Либо можно получить вакцину и получить вместе с ней иммунитет от коронавирусной инфекции. Большая и дружная семья известной красноярской писательницы и исполнительного директора фонда имени Астафьева Дарьи Масуновой хором переболела коронавирусной инфекцией в октябре. К счастью, большинство в легкой форме. Когда все члены семьи были уже относительно здоровы, у самой Дарьи в середине дня все еще поднималась температура и держалась до ночи. Отсутствовали некоторые вкусы и ароматы. Женщина пошла к врачу и стала одним из первых людей, которому в строчке диагноз листа назначений написали постковидный синдром. Когда я уже сидела в очереди, там с одной стороны больные приходили в поликлинику, а с другой стороны вот переболевшие здоровые. И вот я сидела с переболевшими, они говорили, что у них тоже наблюдаются какие-то странности после ковида. В основном жаловались, к примеру, на закупорку сосудов ног, им тяжело было ходить. Еще очень много на тахикардию жаловались. И, значит, какие-то проблемы с сердцем. Это вот прямо четыре таких диагноза, которые присутствовали. Очередь была большая, и доктор уже всем писал постковидный синдром. Дарья написала о новом синдроме в социальных сетях и оказалось, что неприятные симптомы после болезни сохранились и у некоторых ее знакомых. Люди жалуются на потерю обоняния и вкуса, проблемы с дыханием, кашель, астенический синдром, то есть слабость, головную боль и ломоту в теле. По статистике, которые уже есть у врачей, постковидный синдром встречается у 20% перенесших коронавирусную инфекцию. И отдельные проявления сохраняются несколько месяцев. Некоторые пациенты главного в крае пульмонолога не чувствуют запахи с июля. А пациенты, которые побывали на ИВЛ, могут еще несколько месяцев оставаться кислородозависимыми. Вирус бьет по всему организму и последствия могут быть самыми разными. Эти пациенты, которые выписаны из стационара, они обязательно должны оставаться под наблюдением врача амбулаторного звена, участкового терапевта. Потому что вот те жалобы, о которых я сказала, беспокоят пациентов. Они, конечно, могут нарушать некоторые из них работоспособности. И пациент может нуждаться в продлении больничного листа. Особенно, если это кислородная потребность, если это стенический синдром, либо это, может быть, выраженный кашлевой синдром, который мешает человеку работать. Поэтому эти пациенты, безусловно, должны быть под наблюдением врача. Врачи настоятельно рекомендуют обратиться за помощью, если у вас после излечивания вновь проявляются симптомы болезни. Вирус может сохраняться на слизистых до трех месяцев. И возможность переболеть еще раз остается. Дарья Масуновой, чтобы улучшить состояние, прописали физическую активность. И она отправилась в бассейн, хотя справку с повышенной температурой сделать оказалось не так-то просто. Сейчас она чувствует себя хорошо, но вкусовые ощущения у нее восстановились еще не до конца. Любимый напиток теперь кислятина, а рыба имеет неприятный привкус. Обычно делается так. Вдох, заранее скажу, делается на счет раз-два-три, выдох на счет раз-два-три-четыре. Вдыхаем носом, выдыхаем ртом, совершая такой как бы звук. Чуть приоткрытыми губами. И через чуть сомкнутые губы вдох носом. Доктор медицинских наук, врач-реабилитолог Елена Можейко на собственном опыте знает, насколько полезной может быть дыхательная гимнастика. После перенесенной коронавирусной инфекции она восстанавливала форму с помощью древней техники диафрагмального дыхания и учит ей своих пациентов. Для того, чтобы контролировать эту ситуацию, можно положить одну руку на живот, вторую на грудь. Та, которая на груди служит для того, чтобы грудь не очень-то участвовала, чтобы она, наоборот, была неподвижной относительно. А та, которая на животе, у нас рука будет двигаться. И вот на раз-два-три мы, так не торопясь, нас опускает, на раз-два-три-четыре сдувается. При этом рука проваливается у нас в живот. Если упражнения выполнять лёжа, положить на живот можно книгу или мяч. На первых порах нужно делать 3-4 таких дыхательных цикла, повторяя их несколько раз в день. Можно добавить движения рук и ног. Даже просто круговые движения кистью или стопой помогут лежачим больным бороться с гиподинамией. Это нехитрое упражнение задействует нижние отделы лёгких, которые обычно не участвуют в дыхании у лежачих больных, пациентов с пневмонией или в истерическом состоянии. Больным часто к диагнозу COVID дописывают панические атаки. Тогда, когда человек правильно дышит, он ещё и успокаивается. И мы таким образом прерываем порочный круг. Есть болезнь, есть температура, есть страх, есть ощущение пневмонии, нехватки воздуха, есть поверхностное дыхание во время вот этой паники. И это усугубляет ещё и дополнительную дыхательную недостаточность. То есть, если это нормализовать, это, конечно, не панацея, но это обязательное условие для того, чтобы человек как-то пришёл в себя и максимально эффективно дышал. На постковидную реабилитацию в клинику КРАС ГМУ по полису ОМС ежедневно приходит около 40 человек. Направление можно получить у участкового терапевта или прийти с выпиской о том, что вы перенесли коронавирусную инфекцию. Противопоказанием будет сильная одышка, высокая температура или тахикардия. Обратите внимание, что искать самоучителя по дыхательной гимнастике в интернете не стоит. Так можно сделать только хуже. Если вы в любом поисковике сейчас откроете дыхательную гимнастику, на вас обрушатся сотни разных вариантов. Я исцелю, я спасу только здесь, только у нас. А не все виды дыхательной гимнастики здесь полезны. То есть, при ковидной пневмонии нельзя совершать резкие выдохи, нельзя надувать, как уже это обсуждали много раз, шарики, потому что альвеолы становятся слабенькими. И, в общем-то, это очень опасно. Ее хранят как великую ценность в специально приобретенном холодильнике при минус 34 градусах, чтобы действующее вещество не потеряло своих свойств. Это та самая прививка от коронавирусной инфекции с космическим названием «Спутник 5», которую разработали российские вирусологи и которую мы ждали весь прошлый год. Но на холодильнике значится менее популярное название «Гам-Ковид-Вак». «Гам-Ковид-Вак» — векторная вакцина. Векторами специалисты называют вирусы, которые лишены геноразмножения. Они не опасны для человека, но служат транспортом для генетического материала другого вируса, против которого делается вакцина. Так бороться с COVID-19 нам должен помочь аденовирусный вектор, который обычно вызывает ОРВИ. После модификации он получает ген, который кодирует тест белок шипов коронавируса. С помощью этих шипов вирус проникает в клетку, и из-за них же он получил свое название. В синем пузырьке первый компонент вакцины, в красном — второй. После первого укола вектор проникает в клетку, организм начинает синтезировать С-белок. И таким образом формируются антитела. Через три недели процедуру повторяют, но вводят уже незнакомый организму аденовирусный вектор, чтобы подстегнуть иммунный ответ и обеспечить длительный иммунитет. Интересно, что наличие антитела к ковиду не является противопоказанием для этой прививки. Прививки от коронавируса, так как в новой строчке, это эпидемические для соответствующих территорий. Вот сюда можно разместить прививку от коронавируса, сделать запись. Вот вторая уже запись, то есть две вакцинации. Врач-бактериолог из онкодиспансера Вера Сергеева, видимо, в силу профессии, не пропускает ни одной вакцинации. В ее прививочной карте регулярно появляются новые записи. Например, каждую осень она таким образом защищается от гриппа. Теперь, когда появилась возможность обезопасить себя от нового вируса, врач подставила плечо под укол. Сама прививка выглядела как обычный укол, поэтому никаких особенных ощущений не вызвала. И в течение трех недель я чувствовала себя прекрасно. И сегодня я получила вторую дозу вакцины, чтобы вакцинация была полной. Я врач-бактериолог, поэтому верю в то, что инфекционный процесс можно сделать регулируемым посредством вакцинации. И два пути остановки инфекционного процесса. Либо все переболеют, к сожалению, некоторые из переболевших могут умереть. Либо можно получить вакцину и получить вместе с ней иммунитет от коронавирусной инфекции. Сегодня в 14-й поликлинике прививают только врачей. Работников онкодиспансера до этого в процедурный кабинет приходили сотрудники самой поликлиники и медики из глазного центра. Им положена прививка, как людям, находящимся в зоне повышенного риска заразиться. Особенность, которая немного усложняет сам процесс, это необходимость, скажем так, групповой прививки. То есть один флакон содержит 5 доз, которые должны быть одновременно поставлены 5 человекам. Поэтому людей мы приглашаем группами по 5 человек. Их осматривает терапевт непосредственно перед вакцинацией и проводится сама вакцина. В присутствии уже этих людей флакон извлекается из морозильного шкафа. И в течение 30-40 минут происходит размораживание. Непосредственно сразу же вводится. Сейчас в России заявляют о полутора миллионах привитых. При этом по опросам социологов о готовности получить прививку заявляет лишь половина россиян. А государство сделало заявку на 160 миллионов доз вакцины. В Москве уже можно поставить прививку по желанию платно в частной клинике. В Красноярске пока к массовой вакцинации только готовятся. И сроки пока называют осторожно. Первый квартал 2021 года. Но пока врачи так и не придумали, как победить коронавирусную инфекцию. Значит, наша защита остается в наших руках. Поэтому про профилактику никто не должен забывать. Нужно обязательно мыть руки, обязательно носить маску в общественных местах и по мере возможности воздержаться от их посещения. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. Вы смотрели программу «Наше здоровье». До свидания. До свидания.